Верх или главы золотились, внутри украшались иконами, стеною – живописью, серебряными – паникодилами. Иконы украшались золотом и финифтью, дорогими каменьями и жемчугом. Из русских иконописцев упоминается святой Олимпий Печерский, выучившийся своему искусству у греческих мастеров, приходивших для расписывания церкви в Печерском монастыре. Как видно, он занимался также и мозаикой. Под 1200 годом упоминается устроение каменной стены под церковью святого Михаила у Днепра на Выдубичи. Строителем был Миланек Петр, которого великий князь Рюрик выбрал между своими приятелями, как сказано в летописи. Материальное благосостояние, зависевшее в главных городах Руси по преимуществу от торговли и побуждавшее к построению более или менее прочных, украшенных зданий общественных, преимущественно церквей, должно было, разумеется, действовать и на удобство частной домашней жизни русских людей, описываемого временем. К сожалению, об этой частной жизни до нас дошли чрезвычайно скудные известия. Мы знаем, что были очень богатые люди, в домах которых можно было много пограбить. Таковы были, например, Мирошкиничи в Новгороде, у которых народ в 1209 году взял бесчисленные сокровища. Остаток разделили по зубу, по три гривны по всему городу. Но другие побрали еще тайком, и оттого многие разбогатели. Как не толковать это место, все выходит, что каждый новгородец получил по три гривны. Но мы не знаем, в каких удобствах житейских выказывали свое богатство богачи новгородские и других городов. У них были села, много челяди рабов, большие стада. Разумеется, домы их были обширнее, но о расположении и украшении домов мы ничего не знаем. И общественные здания, церкви строились непрочно. Некоторые сами падали. Другие должно было разбирать и строить снова. Неудивительно, что частные здания не могли долго сохраняться, будучи преимущественно, если не исключительно, построены из дерева, и нет основания думать, чтобы они разнились от построек предшествовавшего времени. Простота постройки, дешевизна материала, леса, который был в таком изобилии, простота и малочисленность того, что мы называем мебелью, должны были много помогать народу в перенесении бедствий от усобиц и неприятельских нашествий. Деньги, немногие дорогие вещи, дорогое платье легко было спрятать, легко унести с собою. Укрывшись в ближайшем лесу или городе во время беды, возвращались назад по уходе неприятеля и легко опять обстраивались. Такое отсутствие прочности жилищ вместе с простотой убыта содействовали той легкости, с какой жители целых городов переселялись в другие места. Целые города бежали от неприятеля и затворялись в других городах. Иногда князья переводили целые города из одной области в другую. Киевляне говорят Ярославичам, что они зажгут свой город и уйдут в Грецию. Таким образом, наши деревянные города представляли переход от Вежи, Половца и Торчина к каменным городам Западной Европы, и народонаселение Древней Руси, несмотря на свою оседлость, не могло иметь сильной привязанности к своим деревянным, непрочным городам, которые не могли резко отличаться друг от друга. Природа страны была также одинакова, везде был простор, везде были одинаковые удобства для поселения. Князья тяготились малолюдностью, были рады переселенцам. Отсюда понятно, почему не только в описываемое время, но и гораздо позднее мы замечаем легкость, с какой русские люди переселялись из одного места в другое. Легко им было при всяком неблагоприятном обстоятельстве разбрестись розно. Мы заметили, что относительно постройки, расположения жилищ и мебели почти ничего нельзя прибавить против того, что было сказано о древнейшем периоде. Видим, что князья любили сидеть и пировать с дружиною на синицах. Встречаем название «столец» в значении маленькой скамьи или стула, поставляемого гостям. Касательно одежды встречаем известия о сорочках, метлях и корзнах, о шапках, клобуках, которые не снимались ни в комнате, ни даже в церкви. Из договора с немцами узнаем об употреблении рукавиц перстатых, то есть перчаток, покупаемых, как видно, у иностранцев. От употребления рукавиц перстатых имеем право заключать и об употреблении простых, русских рукавиц. Из мужских украшений упоминаются золотые цепи. Из женских одежд упоминаются повои или повойники. Из украшений – ожерелья и серьги серебряные. Из материи, употреблявшихся на одежды, упоминается полотно или частина – аксамид. Упоминаются одежды боярские, сшитыми золотом уплечьями. Под 1183 годом летописец, говоря о пожаре во Владимире-Залесском, прибавляет. Погорела и соборная церковь Святой Богородицы, златоверхая, со всеми пятью верхами золотыми и со всеми узорочьями, которые были в ней внутри и вне. Здесь прежде всего можно разуметь под этими одеждами, портами, облачения священнослужительские. Но, по другим известиям, князья имели обычай вешать свое дорогое платье в церквах на память себе. Впрочем, очень вероятно, что из этих одежд перешивались и священнослужительские облачения. Касательно украшений, вообще роскоши, замечательная приписка, находящаяся в некоторых летописях. «Вас молю, стадо Христово, с любовью, – говорит летописец. Преклоните уши ваши разумно, послушайте о том, как жили древние князья и мужи их, как защищали русскую землю и чужие страны брали под себя. Те князья не сбирали много имения, лишних вер и продаж не налагали на людей. Но где приходилось взять правую веру, то брали и отдавали дружине на оружие. А дружина этим кормилась, воевала чужие страны и, бившись, говорила «Братья, потянем по своем князе и по русской земле». Не говорили «Мало мне, князь, двести гривен». Не рядили жен своих в золотые обручи, но ходили жены их в серебре. Таково было материальное состояние русского общества в описываемое время. Теперь обратимся к нравственному его состоянию. Причем, разумеется, прежде всего, должны будем обратиться к состоянию религии и церкви. Мы видели, что в начале христианство принялось скоро в Киеве, на юге, где было уже и прежде давно знакомо. Но медленно, с большими препятствиями, распространялось оно на севере и востоке. Первые епископы ростовские, Феодор и Иларион, принуждены были бежать из своей епархии от ярости язычников. Приемник их, святой Леонтий, не покинул свои паствы, состоявший преимущественно из детей, в которых он надеялся удобнее вселить новое учение, и замучен был взрослыми язычниками. Язычество на финском севере не довольствовалось оборонительную войною против христианства, но иногда предпринимало и наступательную в лице волхвов своих. Однажды в Ростовской области сделался голод, и вот явились два волхва из Ярославля и начали говорить «Мы знаем, кто хлеб-то держит». Они пошли по Волге и в каждом по гости, куда придут, указывали на лучших женщин, говоря «Вот эти жито держит, эти мед, эти рыбу, эти меха». Жители приводили к ним сестер своих, матерей, жен. Волхвы разрезывали у них тело за плечом, показывая вид, что вынимают оттуда либо жито, либо рыбу, и таким образом убивали много женщин, забирая имение их себе. Когда они пришли на Бело озеро, то с ними было уже 300 человек народу. В это время случилось прийти туда от князя Святослава за данью Яну, сыну Вышатину. Белозерцы рассказывали ему, что вот два кудесника побили много женщин по Волге и по Шексне, пришли и к ним. Он стал доискиваться, чьи смерды эти волхвы, и, узнавши, что они Святославовы, послал сказать провожавшей их толпе. Выдайте мне волхвов, потому что они смерды моего князя, но те не послушались. Тогда Ян сам пошел к ним сначала без оружия, но отроки сказали ему, не ходи без оружия, а позорят тебя. И Ян велел отрокам взять оружие. С двенадцатью отроками вошел Ян в лес и с топором в руках отправился прямо к волхвам. Из среды, окружавшей их толпы, вышли к нему три человека и сказали, — Идешь ты на явную смерть, не ходи лучше. В ответ Ян велел убить их и шел дальше, к остальным. Те было ринулись на него, и один занес уже топор, но промахнулся. А Ян, обратя топор, ударил в него тыльем, приказавший отрокам своим бить остальных, которые и побежали. Но в схватке был убит священник Янов. Возвратившись в город к белозерцам, Ян сказал им, — Если вы не перехватаете этих волхвов, то я целое лето пробуду у вас. Белозерцы схватили волхов и привели их к Яну, который спросил у них, — За что вы загубили столько душ? — За то, — отвечали волхвы, — что они держат всякое добро. — Если истребим их, то будет во всем обилие. Хочешь, перед твоими глазами вымем жито, рыбу или что иное. Ян сказал им на это. — Все это ложь. Сотворил Бог человека от земли. Составлен он из костей, жил и крови, и ничего другого в нем нет. Да и ничего другого о себе человек и знать не может. Один Бог знает. Волхвы видели, что дело дурно для них кончится, и потому начали говорить. — Нам должно стать пред Святославом, а ты не можешь нам ничего сделать. Ян в ответ велел их бить и драть им бороды. И когда их били, то Ян спросил, — Что вам боги ваши говорят? Волхвы отвечали, — Стать нам пред Святославом. Тогда Ян велел положить им деревянный отрубок в рот, привязать к лодке, и сам отправился за ними вниз пушек сне. Когда приплыли к кустью этой реки, то Ян велел остановиться и опять спросил у волхвов, — Что вам ваши боги говорят? Те отвечали, — Боги говорят, что не быть нам живым от тебя. — Правду сказали вам ваши боги, — Отвечал им Ян. Тогда волхвы начали говорить. — Если отпустишь нас, то много тебе добра будет. Если же убьешь, то большую печаль примешь и зло. Он сказал им на это, — Если я отпущу вас, то зло мне будет от Бога. И потом, обратившись к лодочникам, сказал им, — У кого из вас они убили родных? Один отвечал, — У меня убили мать, другой, у меня сестру, третий, у меня дочь. — Ну так мстите за своих, — сказал им Ян. Лодочники схватили волхвов, убили и повесили на дубе, а Ян пошел домой. На другую ночь медведь взлез на дуб и съел трупы волхвов. Летописец прибавляет при этом любопытное известие, что в его время волховали преимущественно женщины чародейством и отравою и другими бесовскими кознями. Как слабо еще было вкоренено христианство на Севере, лучшим доказательством служит следующий рассказ летописца. Встал волхв в Новгороде при князе Глебе Святославиче. Стал говорить к народу, выдавать себя за Бога, и многих прельстил, почти что весь город. Он хулил веру христианскую, говорил, что все знает, и что перед всеми перейдет волхв, как посуху. В городе встал мятеж. Все поверили волхву и хотели убить епископа. Тогда епископ облачился в ризы, взял крест и, ставши, сказал.